Это, я помню, читал какую-то книжку про чужих, и там была такая прекрасная характеристика для капитанши, которая там была, Козловский. Она, что с ней, она выковырила свои яичники ржавой ложкой. Вот. Прелестно. Все, запустила, по ходу дела нет. И нет. Что, не прохнула? Ну, что-то вроде началось и закончилось. Вот и пошло. Прелестно, прелестно началось. Все прелестно, все прелестно началось, дорогие друзья. Почему-то есть только нос, а глаз киту. А кидайте пати, друзья. Давайте будем дружить. Давайте будем бегать дружный гурьбой. Ага, ага, и ну что, что делать? Кофе курить. Покурю-ка я немного кофе. Почему бы и нет? Прекрасная идея, чтобы покурить. Причем не зернового, а растворимого. Причем не... Зерновое еще можно было бы попробовать покурить, это же растение, а вот растворимое курить самый сок. На самом деле, как курить кофе? Если, допустим, растворимое кофе растворить в воде, потом взять, промочить ее бумагу, и потом эту бумагу скручивать и курить. Ты слишком гений. Ну, ты больше не показывай свой ум. Должен, ты должен. И ты такой сейчас, как Крэнк, начинаешь пихать мозг в желудок, потому что черри, пашки, ниндзя, тортл. Я вот сижу и думаю, курить мокрую бумагу. Конечно же, это придумают... Мокрую? А почему нет? Некоторые, знаешь, вымачивают в чем-то, а потом сушат. Нет, вообще я знаю, как делается ОСД. И да, там берут бумагу и промачивают, но там под язык кладут, а они курят. Это марки же они... Сейчас половина России такого гаврит. Тара-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот, соль сушат. У меня аудио здесь нифига не на сушат. Короче, соль растворяют в растворе туда, закидывают вот эту траву, потом просто траву сушат. Все. Ну, это не курить бумагу. Ну, бумагу тоже почему не покурить? А он высохнет будет, нормально тлеть, кофейная бумага. Кофейная? Так, стоп. Вы пьяны? Мне, походим, придется пробовать. Что, курить клей? Я просто прослушал и услышал только слово клей и курить. Провести эксперимент и закурить кофе? Нет. А, кстати, я прямо вот сейчас могу взять и покурить кофе. У меня глицерин в электронной сигарете, пищевой глицерин, и тут вкус капучино. Окей. Все, чудесно. Где чайфа? Мне нужна пати. Женщина не всегда громкий. Блин, у меня просто новый профиль. Как, как. Я картрид жены с Никотином. А если бы она захохотала, все было бы совсем по-другому. Оба-на, я удачно. Вообще, удача-удач, дружище. С тобой теперь будет... Ты, пати, мне кинь, потому что все. Так, а этот... Я хоть узнаю, где вы. Ань, кинь пати. Быстро. У меня его нет, друзья. You know, Punch Leader. Привет, Демендор. Что, все пустили? Все нормально, да? Так, Аня смогла смочить. Смотри, там мимишная пошла там. Аня, разрывай щечки. Я помню это зеркало, где просто женщина начала своими руками рвать себе рот. Что? Широкая улыбка, знаешь, как сделать... А, кстати, так может, это Аня на заставке этой самой? Что? Заставки трансляции анонсирования. Сейчас там ничего нет. Нет, ты не поняла? Сейчас нет трансляции, да? Анонс трансляции висит. А, анонс? Улыбайся, Аня, улыбайся. Проверка счетчик на прочность. Буков, когда будут ласковые забеги с чужим? Ласковые забеги с чужим будут сегодня ночью в 11 часов. Проверка стрима. Все, друзья. Смотрите, они собрались в кучу в кулачок. И чем, собственно, занимается в основном в Тарионлайн, если вы не в курсе, после того, как капает определенное количество левелов. Допустим, как мы в прошлый раз апнули 20-ку. Ну, не сразу, да? Но постепенно мы сделали это. Вот. Так и в этот раз. Если апнуть 27-й уровень, то вам открывается доступ в следующий данж. И, в принципе, тут и прокачка, и получение всякого шмота, и прочие такие фишечки, они завязаны первоначально именно на данжах. В дальнейшем, там, с 30-м, и веселый... Вот смотрите, просто сколько сейчас? Пол восьмого. И мудак с перфоратором в джобку проснулся. Может, у него пол восьмого утра? Может, у него свой какой-то график, нет? Не, не знаю. Может, он просто дебил или дегенерат. Может, ему квартиру надо сжечь, чтобы ему веселее жилось. Чтобы он, знаешь, вообще, до конца дней своих просто каждый год приезжать и сжигать ему квартиру. Чтобы он перфоратил и перфоратил и перфоратил нон-стопом. Сережа, у тебя новостройка. Эта радость будет еще у тебя много-много лет. У тебя новостройка там. Ты так прямо сказал, как будто все здесь. Я буду жить, потом застарюсь и умру. Может, придется, ты ж не знаешь. Кто знает. Какая женщина. Какой у нее просто бронестринги превосходят. Так, подожди, о чем мы говорили? В общем, смотрите, дорогие друзья. Стрелеллайн на 27-м уровне, вон, открывается второй данж. В принципе. А там есть соло-мод, кстати? С 26-го. А мы, кстати, так тоже не сможем зайти, если у них левел? Просто так взять и зайти. Со входа. Вообще-то нет. Нам нужно их прокачивать до 26-го. А потом только 26-й данж. Ну и, в общем, да ты загиб. Мудак с перфоратором тоже смотрит. Ты дышь, он просто хоть как-то хотел засветиться. Он сверлит до такой степени, что у меня стул дребезжит подо мной. Я получаю странное ощущение. Его не смешно. Тебе-то может быть... Нет, я тебе говорю, я сижу такой, как будто стоматолог, который сверлить не там, где надо. Слепой, знаешь, сверлит стены, чиня тебе зубы попелкой. Просто набивает твой рот мелом. Подожди-ка, я сейчас способен. А, теперь жуйте, короче, все руки забьются, и с вами будет все в порядке. Его не слышно. Аня, или себя тиши, или всех громче, смотри. Не знаю, я сейчас открыл трансляцию, тебе нормально слышно. Ну, чудесно, тогда все в порядке. Слепой, знаешь, сверлит стены, на тебе зубы попелкой. Просто подойди, позвони к нему в дверь. Увидев тебя, он сразу поймет, что вроде квартира хороша, ремонт ему не нужен. Тоже, квартира прекрасная. Знаешь, там просто храма, бодранные обои. Просто битое стекло на полу валяется. Ты только кинжаль с собой возьми. В общем, просто тихо, тихо трансляция у нас получается. Потому что сейчас только что послушала. Всех тихо, что-то слышно. Тихо? Вы можете на стороне громко сказать. Два страны бегунка можно так сделать. Да, с ОБС-ом это такой гемор строит людей и все остальные. Строит людей. Сергей, вы в 27-е дальше пойдете? Точно так? Да, 21-е. Кто знает, что там, как там? Проблема в том, что даже за 2 часа я не верю в Серегу. Он не прокачается. Не выйдете, ребята, я вас буду догонять. Не ссойте, все будет в порядке. А, мы... Ну, а мы не поймем до нуля. Мне нужно прокачаться еще. Тогда мы идем с Саней. Вы идете качаться или с Саней идите. То есть кто хочет пройти с Саней еще за Чифой данжик, может туда быстро подтянуться. Но если вы не большой и страшный уровень. А так вы, Саней, туда топаете, в общем. И, в общем, кто не понял, так происходит прокачка примерно до какого уровня? После какого уровня ты можешь... После какого уровня... Или ты все время в данжах будешь залипать? Чифа. Вообще все время в данжах. Ровно до третьего данжа. Там, я не помню, 35-й или 34-й уровень. А следующий данж начинается то ли с 38-го, то ли с 40-го. То есть есть промежуток, где придется проходить квесты и убивать мобов. Прямо вот всерьез. Да. Нет, не в данже. Помимо данжа. Куда мне лететь? Что, Аня? Я просто сейчас в Велике. Мне куда лететь? В Абхазию. Ань, ты сначала... Просто название. За мандаринами. Ань, нам сейчас с тобой нужно... Рвется трески в бой. Короче, ну, я так понимаю, не там, где этот данж находится, 26-й. Ань, нам сейчас с тобой нужно выйти, добавиться друг к другу в пати и искать уже пати с рандомами. Понимаешь, о чем я в 26-й данж? А они пока будут качаться. То есть мы показываем новый данж, а они качаются. А мне вот только интересно. Я вроде пати-лидера, а у нас какой-то перс в пати, я никого не добавляла. Может быть, это я, лучник-берсерк, который... А, нет, просто левая. Играть на нем просто безжалостные аккорды безумия. На одной стране, дебил, брэнк, брэнк. Спрашиваю, что может быть он или данжев. Он или данжев может быть их отсутствие. Гринд, знаешь, в бдоках. Подумал, все классно, все любят гриндить. Это так вообще, встаем, я джифы там поручил. Никого! Просто никого! Абсолютное ничего. Смотри, вот в теле это самый унылый гринд, вот серьезно. Там на 50-м уровне, то есть до 55-го ты сидишь в данже, а с 55-го до 60-го ты должен гриндить. Я хотела по-другому сказать, это не получилось. В смысле, мочить элиток, то есть опять же, как там... Подрочить, проще говоря, вот так вот. То есть просто гринд, элиток и мобов. И квест заканчивается на 57-м, потом ты идешь просто убивать медведей. То есть качаешься только на медведей. Знаешь, второй такой рэп онлайн, мне очень радовало, когда там 55-й уровень ты там опаешь или какой-то тебе дружище, смотрите, видали задание. И ты точно знаешь, что это задание даст тебе там шненники, слезы процентов, все остальное, ты будешь где-то бить часами и годами, более тщательно. Она звание поменяет? Фистинг, да, так и называется. Гринд, что такое гринд? Это фистинг, друзья. Это, на самом деле, да. Ставь в очередь нас с тобой. А я сейчас, блин, я на пегасике. Ты не умеешь, что на... Нет, я умею, но я на пегасике. А, я могу и на пегасике нас поставить. Да. Ну, то есть ты, если с пегасика это... Если сейчас найдет прям быстро, ты, я не знаю, рискуешь провалиться в текстуры. Я рискую не взять пати. А, нет. Все, ок. Я прям сразу в город прилетела, прям молнией так. Мы нашли бак. Где? Подожди. Выпроек телепортация. О, ты в какой-то варп-портал прыгнула. Да, прикольно. Э, э, а че, куда подожди? Где тут очередь на фистинг? Люди спрашивают в чате. У вас так костер нужен. Это очень странный вопрос. А где пятый? Так. Кого-то нету. Все, поменяла название. Все, все, все. Успокойтесь. На финальное фейри. Дружище, если ты ищешь очередь на фистинг, можешь попробовать сходить к проктологу. Какая смешная шутка, иди, шиш, пирожок. Что? Что? Смешная шутка. Я унижаю тебя, что непонятно. Я тебе завтра буду плевать в плов, ты понимаешь? Вот я вот это делаю, ты делаешь из него горы, ты не дабы. Аня, ты сейчас кинула чарканье? Нет. Я ничего не знаю. Подожди, это как она, как она выглядит-то? Блин, господи, одно говно покидали. Короче, я кидаю чарку. Забросались, знаешь, что-то наоборот такое. Друг такой выходит, такой, знаешь, там, допустим, где-то на Голгофе, а ну там как раз все в порядке было. На Голгофе как раз этим бы закидали, потому что она стекает с людей, которых мешают. Вдруг вам интересно это было? Я просто проходил в телевизор, там была передача про Иисуса. Было странно смотреть, то все. Короче, пока пошли, будут проблемы. Будут проблемы, это факт, это не вопрос. Я сейчас две голды просто свела. Просто, а-а-а-а. Давай, встанься. А че, Антейка молчает? Почему? Антейка... Ну, спать пошел. Ну, вы мило разговариваете, я подумал, что сейчас я быстренько еще и из разговора уйду, я из первой вышел из разговора уйду, я из первой вышел из разговора уйду, пойду посплю. Все равно я не нужен, потому что они уже нашли пати, я не до уровня до нового данжа, поэтому я особо не нужна в этой трансляции, поэтому я пошел, пойду посплю. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Вечером будем. Все, варе, убивать. Мы возьмем и пусть, короче, не смехаться, да. Ка-ка-ка, обсуждать за спиной, да? Рассчитывай, что он усполен отцеляться. Все же, по-умному. Сервак, Катан, Раса, Акра, будем кориток пинать из осадок в холам. Я играл на аномии, дружище, и не предам ее. Кого? Аномия. Ваш, таково. Аномия. Блин, классные человечки. Человечки ходят. У меня уже следующий, этот, следующий посов, то есть я собрала восемь лет. А это не только самый данж, который просто прекрасен? Да, это там, где мы снимали риперки. Это, возвращаясь в Тарионлайн, и там у нас только могут интересные и красивые вещи быть. То есть в конце, но ближе к концу от этого данжи, вы увидите прекрасное место, которое просто олицетворяет все добро. Знаете, если вы верите в Корно, то это то место, где вы должны жить. Я почему... Тут, кстати, собирается вводить вот эти вот фишки, знаешь, как с домами и там прочих. Я надеюсь, нет. Там же просто... Ты хочешь дом, огород и ферму? Я хочу дом с таким фонтаном, как он будет в конце данжи. То есть в такой все приходит, там такая маленькая няко-таказная жижа, себе в лице в гадаге. Да, нет. Это было ладохами, знаешь, как в болотце такое, гниюсь. Ну, в общем, ладно, увидите в конце. Все, да. А номер же, а мной, Серега, тебе пишут. А мной, а номер, вот, ладно. И спрашивают, когда будет стрим с полковником. Подполковник же. С полковником вряд ли будет в ближайшем времен. Напился и шел. Такие дела. И был таков. Ань, собирай таков. Не, ну, на самом деле мы там представляли, как бы просто в окно такой, с пакетиком прыгнуть, с диким вовремя с сиху, и даже отстричься, и даже со второго, и шмякотца пол, аж мякотца со звуком такого, спецназа ВТВ, то есть только пьяно, только шляп. Ань, не веди туда, да, не надо туда идти, в другую сторону, вот туда. Где какао? Какао нету сегодня. Я сегодня без какао. Как же какао нету сегодня? Я там посмотрю, бритически там все, что творилось в тот прекрасный вечер, там просто мне извините, листал по квартире, просто. Фу, всюду. Просто я чувствовал, как резал его об щеке из-за сверхзвука. Что ты говоришь? Да нет. Не, говори, говори. Да, кто-то там заслипал моба, очень мило в конце, и он теперь за нас не добежит, и мы о нем забудем. Ну, там разберутся с ним, его отдельно всегда нужно бить, потому что она, если попадает своими ауешками, либо же прицельными скиллами, то бьет очень больно. Тут дамага хватает, поэтому можно не оставлять его, и так норм. Там прокурно, что вы увидите фонтан и поймете, что он исключительно прокурно, а дальше тоже были эти приемки. Он прекрасен. Дедушка такой решил такой, не, 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 тебе не хватает здесь ни лыжа, бро. Такая ляп. Как спецназовец со второго этажа, а кто-то кому гнили. Ай, ну, нам надо. Почему только в трезвый, это, знаешь, почему только в трезвый, это недопустимо, немедля. Такая выбегает бригада алкогольных медсестр, начинает текел, с клизмами, с алкоголем, начинает покалывать тебя легкими. Знаешь, как это вот в самолетах или в номерах, маленькие бутылочки такие? Да, да. Только это, знаешь, сделано, короче, в виде шприца для ввода адреналина, короче, тебе просто водку в сердцах. Ярак. Ты такой, чувствуешь, как начинаешь превращаться в легкого, такого ванильного, пахнущего перегаром берсерка. Ванильный берсерк. Что может быть более мило? Ванильный. Не, ванильный. Смотри, я сейчас вспомнил, что ванила, это еще и как бы подразумевает слово, но если в играх, то стандарт, типа как-то черной вариант, не то слово. Ну, ванила, вот, например, в лове, это там был супер-пупер что-то там прям. Рис сын Рома? Что, что не так? Знаешь, рис сын Рома, такой узкоглазый. Гном, рис сын гном. Вот, кстати, именно в этом данже уже есть одна тактика. Я надеюсь, что вот этого вот не надо, потому что я не привыкла вот этого вот убивать. Ну, этого никто не привык вот убивать. Да, ну, я сегодня ходила, решила, как к танкам, я сюда не ходила, в этот данж. Вот, ребята начали их колотить и убивать. По одному. Просто по одному. Ну, вот, я об этом и говорила, зачем? Они не русские, короче, просто они плохие люди, короче. Просто плохие люди. Надо там побивать. Классика, да, дружище? Я с тобой согласен. Тут пишут, кстати, ГИХ, Headhunters лучше ГИСРВК. Я вот не знаю, о чём ты говоришь сейчас. Гильдия. А про РФ онлайн или про Теру? И какого сервака? То есть я немножко пропустил. Ну, не про аномию точно, потому что там не было такой аномии, если бы была, если бы была, она была унылой, потому что про ней никто не знает. Где? И вообще название такое. Кто? Аномия? Это вот как, знаешь, была там мод всякие, там, Дарк Найт, там, такие вот, из этих, Архангел, там, такие некие. А у первых клан, когда ты же ещё когда-то дыша не было, это был клан Хедга Хокс, и у них была попокою двое ушков таких, и да они, да, это был клан Ежей, просто потому что нет. У нас то ли дело клан назывался Солидная Металлическая Гиря. И я сейчас представляю, знаешь, моменты из фильма про пирог, там, где мужик гири подвешивал для увеличения, скажем так, клан Металлическая Гиря, мы сделали, не вступил и у тебя тлиней, главное, подвесь. Ну и потом они, может быть, уже нагибали. Ты же был белкой? Да, да. Мразь! Белкой? Пошел нахер сраный дровосек металлический. Я не сраный, я был высокотехнологичный тостер. Нормальный, да? Интеллектуально не тостер. Это убивающая бытовая техника, она накулит тебя на своё... Ну, ладно. Это далёкое будущее, поэтому неважно. Ножкиборги-насильники прилетели, захватывать нашу планету, бейси и вперёд. Ай, я тебе сейчас скажу по своим наблюдениям, не пускай, пожалуйста, вот этого вариора дальше себя. Делай что хочешь, он слился. Сильно будет. Сам виноват, как я его буду не пускать щитом, буду подбегать к нему, и щит он такая, уйди. Слушай, в прошлой трансляции у нас были небольшие проблемы с пингом, сейчас такого нету? Нет. Ну вот, то есть нормальный пинг, друзья, играть можно вполне нормально. Хотя, опять же, в паупо будет следующая трансляция с 30 уровня, то есть там уже можете прийти поубивать нас, если вы тоже маленькие. И вот, там будет уже окончательно бесповоротно ясно, насколько удобно их пинг. Но обычно раньше было все в порядке, то есть с этим пингом играть на Америке было удобно и нормально. Клупо анонимных жиробасов, пыльные гантели. Автори есть кач на париках, на таких полноценных? Да, пара, да, учитывая, что здесь на карте толпал. У меня уже жена играла, говорила, что все элитки, элитки, вы говорите, элитки, то есть. Элитки это мини-боссы, ну, не мини-боссы. И все в основном качаются на элитках, а такой нормальный кач именно на париках есть или нет? Можно, да, ты можешь создать, можешь, вот медведи это как раз таки не элитки, это то, что нам предстоит на 57 уровне. Сколько можно? Это лавт. Слушай, спрашивай, смотри, оружие за куски аватара, ну, за вот эти вот реликвия, оно совсем плохое или что, как? Оно хорошее, наоборот, то есть там, конечно, будет уровень, когда уже нужно оружие именно с данжен, это, но сейчас оно самое то. Оно дает дополнительные проценты, то есть дополнительные дамаги. Ты можешь показать в инвентаре, если оно у тебя есть? Или ты не собирался? Это Аня. Аня, можешь показать, тебе же капюшу? У меня есть, да. Второй уже. Там добьете кого-то. Короче, фишка, и она там есть, ну, грубо говоря, до какого, какой там максимальный уровень у этой пушки? Максимальный уровень? Там же, ну, грубо говоря, первая на 20-м. А первая на 20-м, вторая на 25-м падают уже релики на следующую пуху. А вот следующее мы как раз и хотим это узнать. Вот. Ну, там, короче, не до самого капа, но пушки такие помогать прокачиваться будут только в путь. Их собирать есть смысл. Еще поговорить, что, ну, как говорил в прошлый раз, что в принципе в самом этом, скажем, я тебе скажу, в данжиках, так как их много надо будет проходить, то есть там эти реликии бьются, все получается стандартно, так плавненько и очень удобно. Да, вы можете даже сами сравнить, вот если нам не верите, просто сходите в данж, выбейте пуху, заточите ее тоже до плюс 9, плюс 12 и реликовую пуху, заточите и сравните просто статуи. Вот и все, вот так можете проверить. Я только заметила, у нас два вара. Нет, у нас не может быть. Два вара. И тут пишут, охота побегать с Быковым, накачиваться на Америке вообще никак. Терпи, бро, мы что же на Россию пойдем, то есть там в любом случае на Россию играть будем. А на Америке это так. Аня, стоит, тактику знаешь, это вопрос? Да пофигу, вытягиваешь на середину и бьешь еще нормально. Да, вытягиваешь вот сюда и, ну да. Тут спрашивают по поводу бафов, то есть если вот допустим только что упоминали ПДО, да. Что? Нет, говори, у нас тут вард болбанутый один. Ага. Если допустим в БДО нету бафов совершенно, то собственно в Тере есть класс, который отвечает за бафание и тому подобные вещи. Вот это вот допустим фея, она бафает на воскрешение после смерти, которое не требует. Да, один раз. Один раз. А потом прибафаешься сразу можно или у тебя там длина откатывается? Нет, потом у тебя, если допустим умер один раз в данже, фея тебя резнула. Если ты умер еще раз в этом данже, то у тебя должен резать прист. Вот, ну опять же, то есть тем, кто угорает по такой системе, когда там все танки, маги, там подобно разбиты вот системы, то вот, пожалуйста, впереда с песней. Если просто там ты должен и хил от себя найти, и танчика найти, которым у нас Аня, собственно, выступает, и что там еще надо? Потом еще надо, собственно, если ты хил или бафер, как это сказать, попадать в людей свои добрыми струями добра, скажем так, в общем, шарашить круги на полу, да, лужицы разбрызгают. А и злые струи добра. Злые струи добра. Да. И баф уже есть, правильно же? Аня, вот, блин. Опять же, если брать того же этого типочка, допустим, лучника, то у него до хрена ловушек злые такие. Ну там не струи, там лужицы, ну, пил такое. Ну, продолжай, у нее даже интересно, продолжай, да. Ну, он маленький, отбрасывает личиночку зла, такой под себя убегает, и если кто-то вступает в личиночку зла, то они получают боль. Очевидно же, все очень просто. Такая, именно так теперь будут котироваться. Как работают мышники, знаешь, так просто передача про охотников. Здравствуйте, дорогие друзья, сейчас мы пойдем и отложим в этом листике личиночку зла. Выходит линяшечка, мы перегрызем его горло. И какой-то бэмби такой, няня. Из кустов выбрасывается просто безумный охотник и кусает оленя, и олень превращается в медведи, потому что это была Россия. Скажи, Аня, что ланцер спиной хреново танчет, Аня, к слову. Что? Ну что, спиной? Ну, спиной. Там, видимо, видели, как ты спиной танчет что-то все делал. О, не знаю. Норм. Все норм. Тем временем, здесь идут обсуждения отличий Чехии и России. Что? Так, этом надо мне... Сахар, скоро, ребят. Вы же много раз спрашивали, я много раз вам отвечал. Ну, сколько можно, ну? Практически точная дата в конце концов. А, у меня Серега не всю мелочь у меня оставил, я слышу. Я новую накопил. Ты не представляешь, сколько я из-под кровати ее выгреб. Сколько? Мне почти на машину хватило. Игрушечная, но на машину. Тебе... 300 рублей тогда. Слишком много. Аня, уходи. На себя хил нельзя. Я сама поставила. На себя хил можно. Вот. А, ты имеешь в виду. Когда среда? Очевидно, что в среду. Подожди, у Преста есть очень много разновидностей хилов, но у него есть персональный скил, который выхиливает ему уже на 60-м уровне, около... Если крита нет, то 60к он просто как нефиг может выхилить. Спрашивают, что в шопе продается на Американские сервака. Костюмчики. Покажите шоп. Костюмчики, ездовых животных, там, порошок. Ежегодно, а тут нельзя померить, посмотреть, то есть, как костюмы выглядят. А где-нибудь можно вещи из шопа мерить? До их покупки. Да, в C9 можно было. Это где продаются везде? Даже в том же китайском отстойном Perfect World, где и то можно было мерить шоповские костюмы. Ань, может, пойдешь уже оттуда? Надо. А чего ты не бежите? Не бежите. Я сейчас нанес вред филологу или нет? Все за танком должны идти. Я немножечко абстрагировалась. Бежим, бежить, бежать. Бежать, да. Я бежу. Как там? Побежули. Побежули? Такое милое слово такое. То есть, к слову, давай вот так вот сейчас немножко подведу. Почему мы убивали этого бесящего хомяка? Это был мини-босс. То есть, если мы не убьем этого мини-босса, нам бы не открылась дальнейшая комната. И, соответственно, мы сейчас вот по ступенечкам поднялись. Пошли в другую комнату, в квадратик. И мы должны убить следующего мини-босса. Я смотрю, ты в инсплеер от бога просто. Подожди. Мы потом должны будем убить еще одного мини-босса для того, чтобы добраться уже к главному боссу. Вот так вот. А теперь надо сказать, что ты делаешь в данный момент. В данный момент? Я бежу. Мы занимаемся бежулечками. Все в порядке. Бежули. Теперь ты настоящий алког. Бежули. Белые мечи. Но пока мы просто бежим. Белые мечи. Будут ли еще ключи на ЗБТ? Вы что, ключи раздавали? Нет. Тут спрашивают, смотри, как вы себе представляете ПВП в России? Дорогие друзья, сейчас оно уже примерно такое же. В принципе, развивается в ту сторону. Но каким примерно можно... Ну, отчасти было ПВП в той же РФ онлайн. То есть есть войны альянсов, где вы можете на отдельных территориях постоянно вместиться, заниматься странными вещами, копить специальные очки. После этого становиться главным архонтом, раздавать офицерство, ну, получать офицерство. Лампы, вот этот вот скрень, безжалостный ПВП, который когда-то был в РФ онлайн. Оно отчасти начинает, ну, частями начинает появляться в самой Тере. Оранжевой, ее можно было пройти просто до капа и забить. Но, собственно, вместе с альянсовой системой и грядущими питающими замками, и прочими страшными вещами, которые, собственно, подкрадываются и в России, и к Тере онлайн, она станет, ну, вот, более подходящей для русского рынка, чем, допустим, она была до того. Потому что пока вот она, ну, подходящая до этого была, я даже не знаю для кого. Потому что даже корейцы что-то намутили, а потом такие херевали от того, что контента, оказывается, на капе нет. И люди схавали его буквально мгновенно. А теперь вот безостановочные побоище на войнах альянсов. В общем, все это крайне мило. Плюс там есть полезности для всей расы. Плюс там вот самый главный арахон погребает кучи бабла. То есть все там прекрасно. Как владельец замка в какой-нибудь апреле, да, получается? Типа того. Только это сделано именно как в РФ онлайн. То есть ты получаешь именно со всех территорий налог. Как МГС. Вот Димка, когда там глава, понял? В РФ. То есть и белка собирала все налоги. И, по-моему, это ты был, мразь, который закупался себе и никому ничего не отдавал? Кээл наш был. В РФ-ке-то не я кэл был, я в Ланяне был кэллом. Негодяй. Быков, ты там где-то в другом месте про игры рассказывай. А тут давай разговор совсем в другом разговаривай. Ребят, пока на данный момент вот эти вот штучки за реликвии, то есть оружие за реликвии, они на данный момент точатся до 9, возможно, потом будут до 12. И я вот еще прочитала. Точки специальные, то есть падают. Да, ну можно и, кстати, оружием. Ну да. Я хочу также сказать то, что мне там был прямой ответ. Скажите, что на 60-м есть много этого. Я еще не добежала до вас. Что на 60-го есть много квестов. Ребята, я играла опять-таки, именно до 60-го я доходила полтора года назад, а то и больше. Я просто не помню, сколько это времени было. И у нас тогда реально не хватало квестов. Несмотря на то, что мы уже во всех просто городах бегали и искали. Проще, чтобы не искать эти квесты во всех городах. Просто собирайте парики из медведей. Все. Там пишут, воин альянсов в 4 утра по Москве в понедельник на Америке, без сомнения. Там, кроме того, что есть именно большие воины альянсов, которые происходят в зависимости от твоего рейтинга, в которых ты участвуешь в том, где глобальная миссия. До этого там идет еще куча другая ивентов, которыми ты можешь заниматься и копить другие, ну, специальные очки, чтобы бороться за место там в офицерском составе и того подобное вещи. Сами большие воины, да, конечно, они идут не прямо так же, как в RF Online, но, тем не менее, вот, имеется такая вещь. Еще будет в России, с учетом того, что он будет делаться для России. Может быть, изменит всю эту фигню. Потому что RF Online, судя по тому, что он до сих пор живет, чего я реально и удивлен, несмотря на то, что она была просто безжалостно кровава. А теперь я хочу немножко опять нести точность. На данный момент мы подошли к первому мини-боссу, без которого мы не подойдем к основному боссу. Вот, собственно, Аня должна будет сагрить вот ту ведьму. Ань, покажи ведьму. Давай качаться, покажи, покажи, не забудь. Вот, Аня показывает вот эту ведьму. Я расскажу про хорошую контенту сейчас, чем вы забыли. Агре, агре, вот все, мы ее убиваем, потом еще один мини-босс, а потом мы будем умирать. Да, от босса. Ты не забудь показать картину в этом прекрасном боссе. Мы покажем, там и ролик будет, там боль будет, да. Ну покажи, покажи картинку. Картинка? Ань, покажи картинку. Покажи, сейчас мы ее уберем с ребятами. Да, убивайте ее. Аня, тебе говорят, хватит просто блочить, махай копьем, используй скиллы. Нет. Я танком первый раз. Нет, у них дамага много, нормально. Я не дамага, короче, понял так. Нет, нет, ты посел ты. Нет, дамага, нет. Иди в жопу. Я танком, я играла в аром, там я привыкла намахать. А тут я подумала. Не тупи, ёпта, тебе сказали, что оно один раз в неделю происходит, большое, массовое. А в другое время ты можешь бегать по территориям и заниматься ПВП нон-стопом, как в краговых шахтах без ЧВ. То есть огромное количество элементов, ну не огромное, но его хватает, посвященное именно ПВП. Если в трейдере разделение шмота на ПВП и ПВП, и касательно сразу же этого, подожди. И касательно сразу же этого, просто high-level интересный контент, там ПВП, альянсы выбойные. В клан вступим, будем участвовать, будем копить, будем бегать там специально. Вот те самые картины, видишь, два мальчика ржут. Вот покажи вот эти все картины. Просто очевидно, без кача они вам не покажут high-level контент. Да, то есть тут как неудивительно. Опять же, с 30-го уровня начинаются багажки, хотелось побегать и по ним еще, и тому подобное дальше. То есть вот так вот постепенно дойти. Альянс, ну, в общем, покажем, как только вступим в клан, сразу же. То есть ты вступаешь и присоединяешься к тому альянсу, к которому присоединен клан. То есть ты... Хотя, опять же, там тоже можно в соло бегать. Росовая борода. На, не только бронетрусы. Он узнал своих жон. Нет, у меня жопа прикрывает тряпочка. Там одинаковые картины. Броня вручек. Броня вручек. Броня вручек. Хапотай жопу Марли. Тогда тебя не смогут взять прорубить топором. Кто-то умер. Какие эти картинки? Эй, да. Работа для приста, кто-то умер. На, на, на. Такие, тара-та-та-та-ра. Отхиливаю за 500 золотых. Поясы из-под шапочки. Сыпятся по плечам. И шекели, шекели. Шекели звенят. В мать не. Че, вы убили босса? На какой системе будет распространяться террор в России? Это же очевидно. Free to play. Вид от Быкова будет в следующий раз. На ПВП, в следующей трансляции. Там я буду страдать, вы будете смеяться. То есть только докачайте, чтобы страдать? Да, все будет. Из новых ожидающихся игр, по-моему, pay to play на отдельных серваках обещали, по-моему, только в BDO, возможно. Что-то да, обещали. Отдельно, пвп и, ой, pay to play и, типа, бесплатно? Да-да-да. Да. Да, вроде бы. А так, террор уже free to play везде, поэтому выбор невелик, собственно, free to play системы и будет. Не-не-не, я говорю, что здесь free to play будет, а pay to play из новых обещали вот только в BDO. Не, ну может быть где-то в Америке еще сделать какой-нибудь дерьмо под названием вторая TSO или там еще что-нибудь. По-моему, я не знаю, просто ты сраный дьявол на путь. У меня это бесит больше всего, у меня остальное плевать. У меня есть юникорн, он радугой пыщет. Вообще классно, дьявол на единорожке, и ты брыжешь. А пуджик на единорожке еще милее, вот. У него такие крючки, червячки, и он такой, уууу, и радуга. Крючки free. Мама, смотри, какой это просто потом дети играются, такая, знаешь, вот это вот есть, куколки продаются, ну, по всяким играм, да? По хирусам за сторон тебе присылают, если ты покупаешь коллекционку с пуджом, тебе присылают кому? Гнилого мяса на лошадке. Знаешь, его дома на полочке и с наслаждением смотришь, как он продолжает гнить, покрываясь веселой мерзкой плесенью. Э, просто игрушки мечты. Это когда-то у нас был разговор прекрасный про демонов из Японии, и про то, как там люди боялись в куска ходячего мяса по ночам. Вот то же самое. Вот чего-то не хватает, да ничего не хватает, он тебе не хватает. Мы бы сейчас с ним отлично поговорили по поводу вот мяса, видишь, просто к нему. Ну, зачем-то в субботу решил спать пойти. На самом деле, мне казалось, что он на заднем плане кушал, потому что перед тем, как ответить, он так сделал вид, что так проглотил и начал говорить. Я вот теперь опять захотел жрать, а у меня из еды только сырой рис и банка тушенки. Ай, самое главное, не тушенки. Что, не надо ли? Съешь тушенку, она вообще вкусная. Нет, только не дурацкий квест. Да, сюжетно. Это когда-то Чарли из шоколадной фабрики не был главный босс в данжене? Нет, это был мини-босс. То есть, нам нужно было его убить, чтобы прямо открылся зал с дальнейшим убиванием мини-монстров, правильно так сказать. И потом мы дойдем до самого главного босса. То есть, самый главный босс будет... Чуть больше, да? Спрашивает, возможно ли поднять битрейт? Вряд ли. Но вы, если что, может у вас плохо с тем, что вы не подключились на Саурус? Там есть четыре настройки, хай, медиум, Саурус. Все равно квадратик у меня, квадратик. Это все твой странный босс. Да, но у меня нет такси-сплита, я не богач. Возьми. Ну, это сейчас направили, полез мне наш, общий. Поэтому, придется пока так, мне кажется. Ну, пока так, ребята, терпим. Простите меня, пожалуйста. Нет. Драйон, не ходит ко мне кушать, я много раз рассказал. Это знаешь, быков, иди к Димон, у него жена есть, в любом у него дома есть еда. На самом деле, если Дима нету дома, еды там нет. Мы бы там сейчас, Светка, тупили бы, в монитором двоем сидели, жрали бы там сахар. И там нет, у нее нет сахара, у нее только фруктоза. Ты сидишь и жрешь фруктозу. Не знаю, когда в Аюне танком играла, все, что надо было делать, это просто на тебя мамбов агрить. Особо скиллов, ну, я не юз. А нет, там просто не было вот этой вот... Ань, если бы в нашей пати были бы реальные дамагеры, которые всекли фишку вставляя этих рун в оружие и тому подобное, то тебе пришлось бы махать копьем, блочить, махать копьем и блочить. Ну, я все, ну, я машу копьем только для восстановления, как она тут называется, резолв, я не очень понимаю, что это значит. Резольки. Вот, да, и, собственно, все. Периодически быков готовит для Димы и его жены, я приходит туда жрать. Просто когда слышишь, что где-то попахивает едой, я несу сквозь весь Ростов. Такой деболгетократия ведь, есть пожар. Или просто деболгетократия, видите, просто ладонь, запихнишь себе еду, просто не отвлекается. Я бы не так скучал, так скучал, так скучал, так скучал, это двигаешь мне в бок и проходишь на кухне. Просто прорываешься с перекатами, там, сквозь укрытие. Нам для убийства этого большого муравья надо здесь, да, прочистить. Да. Лучше еда это мясо молодых котлет. Просто охотишься на них в Макдональдсах, знаешь, такой софигачный наркоман упор, ты. Обмотан полотенцем розовым, потому что, ну, нигде ж не добыть там из кожи с жопы дракона какую-нибудь тельняшку, да? Ну, не тельняшку эту, на бедренную повязку. Ты же охотник, ты же охочишься на котлеты именно так отдыши. Представляешь, какая-то картина, ты в Макдональдс залазишь, в костюме цвета хаки, такой тишина. Смотрите, сидят котлеты, они ни о чем не подумают. Нет, они не на витринах, ты перекатами и укрытиями, типа, тихо, там, вот на кухне, слышите, этот маленький писк. Какие-то маленькие котлетки, по сути, на своем обжигающих, горячих, я не знаю, на стиле. То есть, это знаешь, как у бактерий, у бактерий уже есть это, как питательная среда, понял? У котлеты, по сути, на своей питательной среде, она у них на кухне, там, слышите, это шипение, это она, она шипит. Повар просто шею ломает, он лицом падает на сковородку, камера чуть сверху, знаешь, чтобы его лицо было видно. И он медленно поджаривается на том, где только что жарились эти котлеты. Ты такой просто, да, и никто не просто, знаешь, как в этом фильме «Монстр», когда камера падает, и что-то происходит, но типа все уже мертвы. Она снимает ужасы, там, оставшиеся, знаешь, как тот кого-то жрет, ты такой, просто такая рука из-за кадра с ножом, просто котлетку ножом. Маскеньким таким, не, не протыкает, так ложится на него, это из-за маленьких кусочек, как медленно. Потом как хватает, хавает, и ты такой, все, мы сделали свои, как Билл Грилл, то есть он, когда не ест, все дерьмо, знаешь, то есть он никогда не выжимает в себя дерьмо слонов досуха, когда пытается попить. То есть он терет маленькую кусочек, маленькую штучку кушает, после он найдет какие-то просто горсть червей. И вот он маленького червячка скушаете, посмотрите, фу, гадость на вкус, как вот, как там он говорил? Тухлая рыба, перемолотая, со сливками, которая пролежала 4 дня на солнце, и такой, мммм, и бросать всех остальных убегает. Тут тоже самое, ты попробовал такой маленький кусочек отлеточки, и в окно опять перекатывал, и скрылся во тьме метро Москвы. Потому что ты его, о, как вообще, супер Билл Грилл, кстати, Билл Грилл, буквально у Димона, после вот того памятного вечера, вместе с подполковником, лежим, смотрим. Просто я понял, насколько он бежал, мы там смотрели, как он хватает маленькую змею, отрывает ей башку, отрывает, откусывает, откусывает ей башку, да. А, нет, тресня. И говорит про то, что башка змеи живет без тела еще некоторое время. Она смотрит на него, живая, и он почитает жрать ее тело. Просто, твою мать, Бир! И следующий момент, если ты такой лежишь, тебе очень плохо, Билл Гриллс находит помет слонов. Потому что ты находишься, ты такой, ты такой, все, должны еще зрители понимать, что Сереги Пахмелуга ему вообще как херово, жесть. Я, ну, сейчас что-то сделает с этим, костер разожгет, потому что я видел, как в других передачах там это с помощью, ну, сухой навоз использовали как труд. Нет, он берет, подымает эту кучу говна над своей башкой, начинает выжимать из нее воду, она льется по его лицу, он ее пьет, и потом на него ломти, вот этого помета падает просто, чуть-чуть не в рот. И я просто понимаю, что единственное, что сейчас могу сделать, это пойти и сложно сожрать сжименью пельменей. Это просто, а, какой-то, ты убрился, отбитый наглухо. А теперь мы убьем безболезненно черепаха. Это вообще, самое милое няшное, что может быть существенно, черепашка, но ничего тебе не сделать, потому что единственное, что оно может сделать, когда ты ее заметишь, это спрятаться в своем панцире, который никуда не убежит. И он берет, сейчас мы ее безболезненно убьем и просто сжимаем ножом до самой жопы от горла. И просто, what the fuck, пир, что ты делаешь, мать твою? Как он, нажимать от нее, съел совсем чуть-чуть и ушел. Вот, а, пише, да я вообще-то пил чай. Вот именно про это и говорю, я вообще-то лежал такой, мне было плохо. После этого ты стал еще хуже, просто пир, что ты делаешь, прекрати. При этом, потом была передача про другого типа, который выживает, он выживает вообще абсолютно голым. И он не занимается тем, что жрет дерьмо. Он не пьет, он нормально выживает. Нормально. Во-первых, какой-то страны. Это знаешь, чем учат спецнази, жрать чужое дерьмо и пить своего. На самом деле, в компании друзей смотреть оказалось очень весело. Так, я не знал, что ты ковись. Перекрас. Вертолетовый прыгает, это вообще ржага просто. Там не слышно ни хера, все сгудит. А, нет, не бросайте меня, бросайте меня, бросайте меня верток. Было классно, в общем. Надо будет подпишись написать. Кстати, вот эта идея вообще шикарна. Переозвучить под свой лад. Ну, здравствуй, я беру Крис, господи. Не бросайте. Нет. Мне сказали, если я не выпью воду из этого говна, я убью всю семью. Так, ребят, что у вас в Терри происходит, к слову? У нас в Терри мы подбираем, мы подобрались к главному боссу, но его пока нет. И его нужно вызвать, вызвать, сломав именно эту статую. Статую. Так что, Аня, мы сейчас, значит, должны сломать вот эту вот данную статую. Ага. И убежать в другую комнату. Я не знаю, знаешь. Не убежать. Вы зачем мы это делаем? Вы, собственно, набираете-то шматья хотя бы вот в данжах. Вот какого количества можно набрать, чтобы хорошо себя чувствовать? Сколько раз данж надо пройти, допустим? Вот такой вопрос. Ну, смотри, тут когда тебе повезет с роллом, именно вот корейский рандом, корейская удача, она самая. Если тебе повезет и все будет как бы хорошо, то ты с первого данжа вытащишь фулл сет. Сразу? А если, да, а если все будет плохо, все будет печально, то раза с 15-го, как-то так. И тут тебе времени. Слишком это быков теперь обучит выживанию. Давайте выкрадим, кинем в лесу. Смотрите, сегодня у нас тайга, трансляция этого, смотри, я иду, ем грязь. Может по рекламке, да, сейчас прошел, дорогие друзья. У нас две минуты перерыва, две минуты безжалостной рекламы. А, иди сюда. Стричь там. Срать на них, они там умрут. Сейчас будем, я две минуты ставлю, вы выкачайтесь, да, нормально все. Цикл перед выживанием Ростове. Мы сейчас вызываем боссы, кстати. Смотрите, сейчас мы украдем в шоурму. С ножа, а, они выбежали на нас из леса. И ты такой бежишь от маленькой заниженной природы, она тормозит. И ты бежишь по дороге, просто стоящей из лежачих полицейских, возле шадика или школы. И так медленно убегаешь, потому что ты не ел шоурму уже три дня. И ты так шашлыков тоже не видывал уже с неделю. И, короче, она просто едет, потому что не останавливается. А, нет, нет, нет. Просают под колеса такие досточки, приезжают полицейские. Мы не будем его тут бить. О, нет, она снова украла. Я поняла, что мы его будем тут бить. Но как мы его будем тут бить? Если они его бьют там, чмок. Напиши этим идиотам, чтобы они сюда к нам шли. Я их ехать даже не буду. Они если укрут, то будут там мертвые будут лежать. Тут серьезно. Сережки даже в пати нету, да? Ага. А там что, не взять в пати мелкого лова? Ой, какой там динозавр обитает. Там, сейчас он сюда должен подойти. Посмотрите, это маленький прайд заниженных приор. Они иногда заражены паразитами. Я просто сейчас объясню, почему мы именно боссы должны бить в этой комнате. В том большом зале он призывает маленьких пауков. Они настолько противные, что если они попадут в тебя ауешкой пятером-шестером, то они могут вайпнуть вас просто в мгновение ока. Вот, собственно, первый полетел. Дебил, блин. Существует стандартная тактика убивания боссов. От нее нельзя открещиваться, потому что потом будет только хуже. Существует стандартную тактику. Нет, он отошел. Выключите демок, а не мешая. Что? А, ну все нормально. А вот и мы привели крабика. Ань, желательно его у стеночки танчить. вот сейчас мне нужно будет выхиливать это и есть как бы босс он то что он уходит он вызывает их а потом обратно приходит он ушел от нас значит сейчас придет обратно блять они опять за ним потом и группа потише сделала когда босс там будет как-нибудь в состоянии покоя просят люди первый человек серёга походил ушел вскрывать консерву слишком много и разговоров про еду для тех людей которые не знают тактику им нужно показывать пусть и не сливаются но знаем мы нормальные просто в углу фармили и били этих пауков просто это подольше чутка а так как бы ничего сложного это не бы не сказал что это прям тактика это просто как-то облегчение фарма наверно у нас была тактика такая слушай про мистика спрашивали стихуешь может рассказать про мистика дачу это как-то вообще как они живут с пистикой жопой жуй на сервере то есть их много они хороши вызывают своих поэтов которые могут надамажить нанести дамаг в миллион то есть огромный дпс сам по себе то есть мистиков сделали из разряда бафферов в разряд еще и дамагеров то есть два в одном вот ну и соответственно у нас появились кривые мистики которые нихрена не могут не бафать не атаковать и появились мистики нормальные рукастые которые и бафают и атакуют играем мы на сервере в алиэнс в алиэсов тайтон вали офф тайтон вот так вот быков слышал про ff13 на быка вышла поиграешь или нет ребят очень много хочется поиграть времени нет просто вот нет потому что есть некоторые штуки важные допустим сон кстати ушел вскрывать ногтями консерву я смотрел кстати видео на ю тубе про выживание как открывать консервы так что меня так просто да да я видел берешь шмат бровки то есть как ну бегаешь на улицу к бровке херачить об нее банку не просто руками вскрыть надо быть очень голодным просто так голодным бусмерт а так вообще игра будет спрашивали про фейбл че будет алин изолейшин будет и еще всякое будет фейбл уже прошла я аж пока показывала проход да всем насрать фейбл че это дружеская компания какая так я выслал колбасу в ростов ты получил ростов он большой бро может быть какой-нибудь другой быков получил а я нет быков ходил на фильме с дракова то что написал обзор на днях выложим но надо будет его немножко подкорректировать прекрасный ответ вопрос я нет так то нет но вроде я не знаю . написал . обычно я не знаю вот он вроде бы в университет мы кстати можем . добавить и поиздеваться над ним . ты знаешь как соус парке было все дерьмо просто когда стэн начал слышать как все вот именно пердят . да 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 вот тоже кишто не фильм всего говно выживальческая сирия . да мы в ростове мы сегодня будем есть на завтрак бровку может быть и не в тот ростов выслал мне выживание в ростове должно быть по-другому охота допустим на прайд заниженных приор как то так вот адрес три килограмма сала с меня ладно друзья это знаете это это вот по донату друзья почему вы не ведете свои кошельки там все фигня тогда бы зрители смогли по вам донатить все дела только знаешь появился там твич можно кидать бабло в объяснил все как на главной странице вконтакте написано если хочешь вот вперед мы пришлем сало а давайте колбасу и сало бы перепродавать здесь в ростове буду или стере такой знаешь просто сбербан приходит здравствуйте мне нужно отослать кое-что антону в далекий-далекий город знаешь что это будочка которая катается деньги выдавать банки по маленькой вот это вот просто пихаешь локтем запихиваешь куски сала вот это пожалуйста она такая сидит знаешь такая гривна совершенно обнулилась просто сидит и пересчитывает сало в рубли такие дела жрать будешь успокойся дружище я пойду и украду сало причем это не совершенно неудивительно для нее потому что у нее там будет холодильник для сала в банке стоять специальные переводы для украины сейчас выходим из пати создаем новую пати идем в город мне нужно выучить скиллы я не выучила скиллы на двадцать шестой уровень а нам нужно здесь а уже есть в деревне есть да там как захватом земель виле это точно просто раньше я помню их не было в этой деревне раньше не было там зайцком безусловно пара сало пришли тебе не жрать а слушать думал вот это значит если слушаешь рак ракушка то ты можешь услышать море еще разошли что они сейчас я добегу до города и тебя в ростове есть такая фирма короче который продает мара ну я так понимаю местный комбинат марка тар тавр да ты дышь тв только сало только хардкор опа у меня таро просто закрылась с какого уровня можно вступать в гильдию с любого с любого а че получается чтобы услышать гимн россии куху надо предложить медведя пельмень возможно а пельмень так со смысл пельмень какие да и просто прижаться к любому пельмень что-то не слышно гимна вы наверно не слишком полный и вы наверно слишком мало в вашей крови слишком мало пельмени срочно перед срочно переливание бульона бровку заниженная приора розового цвета везет колбаску быкову с салом а вот смотри водку можно потолку слушать чтобы слышать гимн россии допустим вот пишет балалайка слишком слаба для того чтобы ты услышал гимн вот очень много про терру вы знаете с каждым секундой просто я представляю человека слышно что ты можешь про то рассказать я посмотрел вчера 3 дружище классный стрим был такой весь про терру короче очень интересно ребята рассказывали а что про терру может сказать а что это как насчет поговорить про выживание в ростове и вот ты бегаешь вдруг они вспомнили что у них идет стрим про терру надо чавкать вот тебе говорят прекрати немедленно я не чавкаю вот и нечем чавкать у меня еды нет это воображаемая еда на просто нужно это важно приложиться к березке или матрешки нанес удары удар значит друг пьяный друг нашел другому своему товарищу это удара матрешки дабы он услышал гимн димон скажи я могу прицепить к себе x вайп и трястись издавая музыку своих своих ну у меня на канале тут видать чувак тоже на моем канале смотрит у меня призы для канала подготовлен такая штучка приклеиваешь к любой поверхности и начинает на звук издавать колонкой становится человек стекло очень хрупкий малый будет раздаваться чапка не знаю что гоу стрим про ростов про ростов будет несколько видео друзья и вы их увидите будет забавно кавкаю рука лиза спасибо так стрим был про террую я думал вовку обновили нет стрим был вот стрим идет сейчас про терру прошлый стрим сегодня вечером можно будет посмотреть записи собственно 3 на канале мы перезалили там можно будет поглядеть потому что он тоже такая дико странная вещь это как раз вот если вы допустим зададитесь вопросом а почему в скором времени ты же появится футболка панированная нежностью как там как там было я не помню но в общем вот это вот стоит трансляции зумная панированная сексуальная власть нежная панировочная нежность и прочее такое просто будет среду это точно будет в среду быков после этого может быть уже не будет потому что у него такие безумные идеи что я не знаю мне придется метров с трехсот снимать ты меня слышишь и бадан чертви когда чужой сегодня в одиннадцать уже говорили а ты будешь будешь это да серёга ты вроде говорил что будет еще видео про игромер или нет будут то есть там не проблема просто нарезать и выложить завтра не будут выложены но прям что такого невероятного ждать я на вашем месте не ждал просто бога гашеньки в принципе чего еще можно было ждать будут стремлю приключения про ростов все мои приключения про ростов периодически заканчиваются странных местах допустим у димона дома с каким-то подполковником кстати видосик готовишь да когда будет ну там чего его там не видно я посижу я ру не но это же видео твоего приключения они самое было динамичное приключение расскажем на два часа мы бросили якорь в этой бухте пираты я когда будут футболки футболки будут концу октября вот именно наши потому что ну вот рисуется но художницы рисуют не так быстро как хотелось бы но так вот еще могут быть эксклюзивные кожаные куртки фишка в чем там проблема сейчас не столько сколько вот именно повесить магазин чтобы чтобы что-то вы могли купить а фишка в том что рисуется вот эта фигня и куда повесить то есть вот она решается в течение октября ой какой месяц октябрь в течение октября и вот с этим всем можно будет ознакомиться и покупать лучше с подполконом чем слетеха на самом деле мы там в середине вечера на теле путать с куском типа прапорщик потому что он такой хитрый все-таки прорвать постоянно чё там сайтом все в порядке сайтом все хорошо ребят будет где софи с подполковником красный магазин и мы с димоном зашли в магаз короче я просто ждал когда отдельная витрина с красными магазинами всех божественного света сверху не хватало просто и музыка снисхождение когда подходишь к я не обещался я тогда был пьян у меня есть нормальный отмазка впервые быков один будешь уже стремить скорее всего да но если в потенцию вдвоем может один буду в любом кстати alien вы так и не постримили ну вот они сегодня сейчас песню додумали плов и злов baby don't eat me в конце видео знаешь как апельсина сумасшедший с ютуба дым где просто чувак наклеивает рот апельсину ну да всего есть и потом у него рот глаза там сидел baby don't eat me главное будет ладохами склеить веселый мякиш такой крупный что просто это будет пловушка да не получится слишком жирно он не склеится нет она уже не надо прям чтобы он был прям шар который ты будешь катать по полу чтобы он оставлял ну как бы держал форму то есть в таком случае вы могли просто залить потом этот комок эпоксидным клеем просто бросать голодным детям где-то в африке плов-убийца так сейчас я вещи поставлю на выкопа если ты будешь один в изолейшине как же ты выйдешь дальше первого лифта там темно сразу не возможно и не иду кивать пловобок это колобок только из плова только я не одна лапочка в общем я как детишки еще я вам хочу заряжать сейчас такую вот пловушка и такое тоже токартина что типа этот плава бог поедешь и такой я от всех ушел тут рука быкова и она орет ты знаешь как клятим москале ах шайтан ах тебе в разум внезапно плавобок убийцы который взрывается есть фаербол это будет плавобол нет ребят это же прибор так знаешь просто новый класс в тире кто кулинар бросать шарами плова а почему на плове здесь же будет стрима лен изолейшин это самое первое что проще всего готовить потом дальше мы пойдем дальше смотри проще готовить ну да нормальный плов казани готовит это как бы вообще не просто вот смотри сразу же с этим казаном да на самом деле на самом деле это очень просто если ты умеешь его готовить вот я умею готовить очень хорошо умею его пережевывать отлично кто узбек зачем чтобы готовить плов надо быть узбеком не настоящий настоящий узбекский плов я готовить люблю потому что он чересчужный потому что надо 50 вот 50 на 50 жир и мясо из жира сначала вытопить все весь жир потом еще растительного масла добавить там такая просто херня жир на самом деле смотри у нас после вот той прекрасного стрима получится зная мальчишник в ростове просто у нас дальше там мы упарывались бы пловом гонялись бы в поисках шоурумы всевластия или еще чего-нибудь и какого-нибудь украли вообще левых ребенка спать 3 серега же сходился на рынок купил барбарис купил все специи отдельно смешал их уже подготовил на тдш работы кто-то вменяемый нет у нас теперь даже после вот всех вот эльф бурят сатанист сам как нового и живут аня с рваными щеками щеками пришло да у меня отец плов готовит сковородки да это вообще все выдумки по поводу того что там на сложность готовит у него димона готовите прекрасные коктейли знаешь что таким там типа вот так я знаю я так просто берешь эту херню мешаешь стакане и пьешь это поливает получается творожок да я знаю и рассказывает теперь мы знаем теперь мы знаем что нельзя добавлять туда мартини согласись это важное открытие то есть до этого мы не знали плов с барбарисами да это сосательный плов друзья ты знаешь как конфеты со вкусом борща короче я пошла есть раз смотри вопрос по поводу проф в игре после создания персонажа это будешь качать всю свою профу или будет как примере например как например в линейке 2 2 проф и там сап-классы и прочее такое дело это поэтому то есть у вас тут один старт то есть если ты хочешь поиграть другим классом нет возможности переключиться как это было допустим в том же лифте да нет возможности там полностью поменять себя либо как final fantasy 14 просто выбрать другой класс и им теперь это важно делать вот такого нет перри если хочешь что иди шлёпай я яйца готовлю в электрочайнике у кого сейчас скил лучше в кульнаре давайте пацаны не останавливайтесь ростов плов истины кстати вот так вот будет быть или назвать ростов плов истины во всевласти мы спрячем как это горе и будем уйти ты знаешь так а мы уже неделю не жрали мы должны выжить о боже головы и таки вновь на бедных повязках как этот как и от стаффорд или как-то так и вызвали я все фигня и тут мы внезапно поддерем находим полный котел плова получится что раза в стиле этого сама мужика и трамвая ты не пройдешь и до сочи страны не карлики понравились достали который выбегали быков когда skyrim skyrim будет в четверг в этот ну вот который будет 16 числа ой не 16 15 вскоре нет вру четверг 16 число до 4 16 число 16 будет skyrim да еще спросите у серёги где продолжение этого сала ассасин крида где продолжение сискрида фейба еще чего-нибудь почему-то по усилиз записаны типа вроде говорил много на самом деле просто знаешь ты такой ложную вот еще как терпаться на весь ничего внезапно выложил столько серия соседа лет прошло я субы в чайник говорил быстро разогреваемый кстати у меня из еды сейчас есть доширак еще у меня роллтон серёга чебурашка вы служили серёга чебурашка ты служил нет ты я вонте сказал короче я в мабуте был один такой вот афак что такое мабута серёга ссылку посмотри в чате а есть в игре сложные тактические рейды что прям 300 плюс вайпов для хардкор рейдеров и супер редкий лук если как казуальная 3 есть такая фишка как допустим тоже волды варкрафте где у тебя есть типическая сложности данжи ну то есть это рейды до которые ноу и где если один даже один зачехлит из рейда то всему рейду бездельно то есть хардкорные такие вот месиво грязь есть вот так надо чтобы туда скажи что 10 заходила не ну там нет там не такие даже просто растут сейчас прожую вы просто резко вопрос задали в тот момент когда я отпустила про высокоуровневые тяжелые хай-эндовые рейды ну а что рассказать там нужны люди во первых с хорошим шмотом то есть вот к примеру если взять манайо фарт помню был конец августа быков говорил что его вести будет в конце недели до сел 78 день августа дать может вы дальше прорастал тут протеру вообще походу никому не интересно в общем суть в том вопроса протеру хватает просто мы на них отвечаем потом подтягиваются люди у них появляются вопросы они задают вот я тебе читаю ну вот есть тактики есть хороший шмот и когда вы проходите с такой сложный дальше именно там будет написано hard манайо либо hard аргону короче должна быть подписка hard вот туда нужно идти с хорошим шмотем и вследствие чего вы получаете редкие вещи для крафта определенного шмота либо же оружие то есть тут все смой сводится к крафту разве разве не бесполезно нет ты чё а теперь подожди а давай вспомним ты 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 про рейд пыталась меня рассказать на что-то не прокнула так про рейд сложные рейды да а есть сложные рейды было рейд на киллсак но вообще рейдовые эти данжи они сейчас ты вообще понял о чем я спрашивал казуальными слишком но он кажется нет да я желала смотри есть вот в варкрафте тяжелые эпические грандиозные героические данные прямо таких чтоб прям тактика была потом одна ошибка и вайп через неделю боятся и только да прям вообще такого нет афтери вот такого именно чтобы с рейдами чтоб пажис пажис сложные а сложные есть такой вот в афтери есть кстати я слушай скажу насколько максимально вот эти пути приключения по данжам максимально времени человек 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 вот именно самые такие эпические данжи сложные это на 5 человек только вот то что рейдовые максимально может быть там сколько 20 человек или 40 человек я не знаю я даже не слышал никогда что в тариф такие да короче 20 человек вот рейд точно есть вот такие вот дома точно возможно сложный по идее ну он был сложным когда его только в вене это был келса появились высокоуровневый шмоте то есть более высокого уровня то есть слава прочь стала пофигу уже но там была фишка в чем если вот келсак двадцатка это был легкий данж нужно было оттуда шмотки все дела но потом появился келсак десятка там падали намного лучше шмотки а можешь можешь ли ты получать там какие-то уникальные шмотки которого ни у кого нет либо но есть у крайне малого количества человек крайне малого количества человек есть такое вот то есть такое возможно дружище и опять же есть же разделение на пвп пв е что ты крафтишь собственно выбивая из хард мана и и не помню как он называется вот хоть тебе не помню как называется сет из которой из нос она и карт нужен был определенный предмет ресурс вот он нужен был для крафта вот этого самого крутого с этого тот момент хоть тебе не помню окей слушай по выездного но сейчас вот тоже откат данжа есть то есть если вы допустим самую такие топовые данжи можете зайти один раз потом после этого должны подождать откат то есть либо 3 часа либо 6 часов либо же купить свиток и откатить свитком но свитки эти очень дорогие но они также еще убиваются это смотри требует чтобы рассказала про данж с гусеницей хард мод я не была там все равно расскажи ну блин там есть тактика в общем когда эта гусеница плюется она в конце в самом конце карты она создает некие лепесточки как и как этих кувшинки или как их назвать правильно вот и по этим кувшинкам нужно забираться на самую верхнюю если же вы не успели этого сделать вы вайпнетесь вот то есть вот такая вот система это то что я вот по наблюдениям именно смотрела по поводу этого данжа это что я заметила но там нужен тайминг это что то есть она если не на хард моде она просто кастует красный круг это уже означает что вам нужно бежать к этим листиком а на хард моде она не кастует круг и вам нужно уже знать время вот через минуту там один считает по тайме по таймеру то есть если собирать твои консту то близительно надо 15-20 человек статы шмоток иду стандартный или как некоторых других рандом я вам просто хочу сказать следующее чем ты на вопрос ответь можешь ничего не хотеть говорить а то тебе сейчас опять случится о привет смотрите орешки бобры кстати про бобров это комбинат тоже это перепрефразировал его просто после того как я тебя задал вопрос начал жевачить об обнуление случилось рассказать про крафт и пищевое обнуление что там теперь повтори вопрос как могла захотеть кушать после того как мы разговаривали как бенгрин говно выжимает я вас не слушала я просто кушала выжимает говно так и было я охерел губы это уже короче быков теперь еще раз нет он не с животных выжимает говно быков вопрос в студии слона вообще нормальная прямо и слона нет ну что твоё дерьмо и руку малако ты сбился в Австралии знаешь гоняются зебрами мне нужно твое дерьмо шкуры и возможно нужно мясо теперь чип продолжай вот смотри по поводу заточек по поводу дальше то есть да если ты собираешь пве кланчик себе то надо 15-20 ролл то есть концу чтобы бегать там по данжам и тому подобное чем заниматься 10 человек либо же 20 человек то есть да дружище 15-20 ты абсолютно прав чтобы у тебя если есть ёбаный в рот не все люди могут играть все время понимаешь поэтому ему нужно и двадцатка концу он собрал если там кто-то не может он заменяет и десятку не весь конец всегда когда они собираются что тут большой они в двадцатку идут в данж нет ну это не работает не ходите в данж не ходите в данж это формула не работает в данжах нет конец они щечек нет не знаю у нас тут нет только не мы еще окей нет только не моя игла а как нет я же наоборот мы же вывели теорию что это наоборот люди умирают все про щеки меня до сих пор после прошлой трансляции представление что просто там вся комната в мясе пришел с другого конца комнаты чтобы сделать потише смеха не завернулся и обратно погромче возможно ли одеться только за счет пвп нет продолжай так вот за счет пвп именно пвп без батлграундов то есть батлграунды тоже считается данжем но там пвпшка основная так вот если вы просто будете бегать по миру пвпшится там в договорной дуэли либо же пкшится вы никогда не соберете себе шмот если же вы будете выполнять квесты которые выполняются на батлграундах и за более ресурсов то тогда вы сможете одеться в топ пвп шмот все а все вот такой вот ответ по моему развернуто очень развернуто я еще пирожок хочу на тебе пирожок да за развернутый ответ да дайте мне пирожок за развернутый ответ по поводу заточек она такая же как в 3 такая же как в ревке не совсем тут нет такой ну как вот если ты прям в ревке кристаллы с ее шумеет да тут идет энчан немножко по-другому но смысл том же плюс 1 и до плюс 9 у нас там было плюс 7 предел плюс 12 а здесь плюс 9 после плюс 9 ты открываешь печать и можешь докачаться дальше до плюс 12 то есть там есть такой жесткий предел плюс девяточка и потом надо потратить много много ресурсов и вообще злобы своей ненависти чтобы вкачаться до плюс 12 но опять же возвращаясь к тому если ты угораешь пол в ренчанту то вот как димон угорает там допустим в той же линяги или еще чему-то пол в ренчанту да то прям вот в тире можно этим заняться можно на это угореть можно тратить огромное количество ресурсов и времени и потом вот ходить сиять фиолетовым или еще каким-то цветом то есть оно еще и светится да ну ладно вон у варах но это плюс 7 это же не сильно да это плюс 9 а розовенькие вот у меня это плюс 11 где-то да а красный уже плюс 12 а у меня плюс 7 есть ли адына к игре по типу как вов нет уже еще такого не видел слава богу нет а то в играх в циферки превратится таллики хотеть таллики таллики ну а там и так циферки есть я просто на самом деле не знаю почему я не люблю вот эту анимацию цифр дамага то есть типа ты должен знать сколько дамага ты наносишь не знаю как я была 2 играла по системному чат все и все было хорошо какие штрафы за пока и карму из чифы была бы плохая красная шапочка она не донесла бы пирожки а я за не вышел бы хороший волк щеки порвал красную шапочку примерно такие штрафы за пока если ты плохой тебе порвутся щечки нет вопрос был я просто прочитала то что в чате он нас пишет нет вопрос был по поводу штрафов штрафов и кармы в пвп то есть если ты убиваешь всех подряд вокруг что происходит с тобой почему если ты убиваешь людей твоего уровня то все нормально у тебя идут очки в пвп а если же ты убиваешь людей меньше уровня то есть там по моему штраф дается точнее отрицательная карма дается за приорты 60 ты убиваешь 50 у тебя минусовая карма если у тебя получилось минусовая карма то ты не сможешь уйти с режима пвп до тех пор пока не отмоешься на именно мобах твоего уровня вот и также минус этого минус этой хрени в том что в данжах тебя будут убивать на баттл граундах тебя свои будут сливать то есть короче будет боль тебе везде друг друг мой да вот это знаешь о нет рваные щечки смотри если вообще смысл в таре учитывая что скоро выйдет в бд о и там вышло ну то есть выйдет у нас в россии буду если смысл в российской таре на самом деле да друзья потому что татары которые имеются сейчас это которая была первоначально которые вы могли играть давным давно это вообще две абсолютно разные игры сейчас идет именно развитие полное максимально ускоренная скажем так именно пвп направляющая направленность игры и они перестали стараться выпускать огромное количество данжек можно больше ну большим можно чаще теперь это все касается пвп здесь такая же только наоборот архейдж была сначала весело стало говном а это было говном а стало весело вот что вас ждет поэтому в россии когда вот она появится это будет уже не та тэра которая даже имеется сейчас там будет сильнее развита и по составляющая и альянсовые воины плюс появится возможность там замками и прочим прочими вещами если вы сможете найти на ютубе я просто не знаю по моему там переименовали эти трейлеры или что-то с ними сделали закрыла закрыли федерейшн трейлер именно с демонстрации того как ты захватываешь фарты воюж замки и тому подобные вещи то есть там и техника и тому подобное где ее кстати уже обкатывают постепенно на это бэгэшечкой пиратских там есть и кое-что летающие кое-что на танчиках мы покажем потом в трансляциях то есть в общем а? в корее кстати уже замки вели уже замки даже есть в корее но мы до кореи не докатимся потому что лень качаться ммм еще и на корее потом да еще и в россии я говорю все ребят как помогают да идите вон нахер тебе серега смотри провокационный вопрос да если типа я такой задрот который осилит только одну можешь тоже брать терру или бдо тут вопрос что тебе больше нравится дружище если ты угораешь по этому ну гринду в стиле ладвы да то без сомнений бдо потому что там ты угриндишься в усмерть просто просто в грязь а если что-то в стиле рф онлайн где у тебя собственно есть всегда время ну определенный момент где ты можешь пойти на бэгэшечку повоевать подраться потом прошвырнуться по этим территориям альянсовых воин по полу почте поохочиться за кем-то да и потом про джи и потом продать бдо нету данжи это уже раз нету рейдов ну да там ворлд боссы — Короче, вопрос, в основном, к тому, что он акибатор или казуалинка. — То есть, если ты больше по крабинку и казуалинку, то, без сомнений, тебе вторая дорожка. Если ты же по BDO, то угораешься по хардкору, то вот этот выдуманный хардкор, он есть в BDO. Потому что, опять же, выдуманный хардкор, вот этот, который боль, отчаяние и тому подобное, он далеко не всем сейчас нужен. Знаешь, после огромного количества сессионных игр, ты вроде бы вспоминаешь, как ты играл в линягу, там, знаешь, часами, годами. — О, ностальгия. А когда тебя начинают покашить на споте — это боль. — Отчаянная такая. А потом ты вот это качаешься, качаешься, качаешься. У тебя там неделька прошла, типа, ну, классно, классно. Мне нравится сидеть по вечерам, монотонно говорить о ежах-ублюдках, знаешь, что там просто вместить мобов, так классно. А потом проходит ещё 2-3 дня, и ты остаёшься либо только с Димоном, либо с Чипой. Больше никого просто. Сестра не классная игра, пойду я, пожалуй. — Именно так и было, да. — Поэтому тут тоже вопрос. Сколько у тебя времени на игры и тому подобные вещи? И насколько тебя увлекает подобный вот подход к играм? — Ну, опять же, ну, я не знаю. — Так, я вот... — В быдохе было классно с Димоном, когда он апнул там на 10 уровней больше, чем ты. — Такой, Димон, он такой, да! — А потом Быков, блин! — Волон отсюда! — Быков, когда планируется выпуск колбасы и сосисок ТДШ? Это не скоро. Место комбината открыть дело тяжелое, ребят. — Ням! — Ну, на самом деле, собак по Ростову очень много бездомных, так что всё впереди. — Такой временный, да, летний такой. Значит, летний сезон — колбасный завод на ТДШ. Из Ростова пропали все собаки. — Собаку назовём, с колбасой назовём собачья дружба. — Нет, не надо. — Псиношка. — Ассарды, улыбка котят. — Не сервеладушка, да, а псиношка будет. — Псиношка, да. — Запись будет на Ютубе. Да, мы перезальём и завтра опубликаем. И сегодня вечером, ну или ночью, опубликуется предыдущая трансляция, две штуки. Там тоже был угар, садомия, наркомания и ответы на вопросы ваши. — Ах! — Кстати, жахну я вам рекламу, а то вот без рекламы полчаса. — Бедняжка. — И пока кидайте вопросы, Чифа посмотрит и ответит на странные из них. — А чё Чифа-то сразу? — Ну, потому что Дима, Дима. А, Димон, ты же здесь, ты же здесь, да? — Дима, точно, Дима! — Я не могу ответить на вопросы по три. — Дай вопросы. — Я на две минуты, подожди, на две минуты пущу рекламу. — Да. — На две минуты? — Дима, не читай вопросы. — Эээ, Димон, смотри! — Смотри, 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 смотри. — Ты даже можешь это жахнуть трансляцию, просто показать, знаешь? — Да. — Всё, быково, просто. — Смотри, смотри, смотри. — Идём, ой. — Давай. — Ещё замолчили, Ольго. — Рассказывайте про игру. — А чё рассказывать? Уже всё рассказали. — Ну, какая зона поражения миличного оружия вот здесь спрашивают? Очень важный вопрос. Милишного, то есть ближнего или дальнего? Ближнего. Мили, это ближний. В радиусе 4-5 метров. Клэ? Да. У Слэйра это 4-5 метров, у Вариора это до 4 метров, у Лансера, я не знаю. Причём это зависит, кстати, от расы, которую ты выбираешь. Я просто заметила, там есть хитбоксы, и, например, малявочки бьют на маленькое расстояние. А вот, например, Барака или Аман, тот же, у них будет расстояние чуть больше. Ну, то есть вот даже взять тоже автоатаку копьём, если он тыкать будет дальше. А вот как раз-таки тогда по рейнджу что? Потому что в БДУ вот рейндж, не знаю, лучница, это такая ощущение, что у неё очень сильная близорукость просто. 19 метров. Там липкий, там липкий таргет. Тоже на самом деле немного. Липучка, автотаргет же там, там же не полный нон-таргет, как в Терри. Ну не смей, нет. Это что за звуки такие были? Там не надо было никого убивать, а Варон почему-то и везёт и бьёт. У него жажда крови на мобах. Я знаю, кто первый умрёт на этом крабике. Крабик. Ну он крабик. Ну он крабик. Ну я его, правда, муравьишкой ещё называла иногда. Но он крабик. У него клешней нет, у него только такие... Люди вас услышали и не задают вам вопросы по игре вообще. Не задают? Ура, ребята! Только не про еду вопроса, только не про еду вопроса. Пирожок временно успокоил мой голодный желудок. Не узнал сначала, быковал, думал, Роберт, браток. О, кстати-то... Окей. Че, бурашка, что ты делаешь с девушками, что они же заплакали? По-моему, не заплакали такой стон был на самом деле. Это не че, бурашка. О, а кто-то решил просто ориентироваться из наших компонентов. Нет, он не умер, он офлайн ушёл. Да? Да. Серёга, слушай, не узнал с первобыкова, думал, это Роберт, браток. Он похож, кстати. Ты сам вот откроешься, посмотри. С учетом того, это, кстати, комменты там просили, в комментах там тебе писали быков, ты нам нужен здоровый, ты нам нужен немедленно ходить, и тому подобным вещами заниматься, иначе ты умрёшь от диабета. Собственно, к слову, вот к Бартиону, вот может быть, ну не может быть, а где-то в ноябре, как раз вот снимем кое-что, где я буду в латах, и того подобного веща, это что сделаешь? Вот, и там вот, может быть, мы сравним с Бартионом, только у нас бы такой колбасный герб, знаешь? Ой, сосиска как на щите, да? Да-да-да. Ну это, опять же, если я не получу какое-нибудь сотрясение мозга или прелом на этих прекрасных ряках, я за ним при ремонтах, герб несет с сосиской. А что это у вас? Сосиска на щите? Это что, дурак? Это член? А, или нет, что-то Моте говорил, гандон? Перец там. Если топовый шмот или он варьируется от того, во что затачивается перс? Есть. Шмотки даже переделываются, я даже в прошлом стриме видел, как быков на ходу лук переделал. А нет, это реликв. Слезтик. Слезтик, ты проничан? Ну, заточку, да? Нет, это реликвы, то есть ты там собрал 8 штучек, нажал кнопочку, и он у тебя на ходу как бы меняется. А шмот так не я. Я еще также хочу вам сказать, есть шмот с разными статами. То есть, допустим, хилу нужно затачиваться в хил, в крит и так далее. Но я сейчас уже не знаю, какие мерки, вот раньше знала. А чтобы поменять цифры, чтобы поменять, в принципе, приток, либо же дамага, вам нужны вот эти свитки для распечатывания. То есть, они, как и распечатают, дают вам возможность заточить с 9 до 12 шмот. Также они и рандомят статы. Вот, и порой их нужно тратить в довольно-таки большом количестве, чтобы получить необходимые статы, которые именно вам и нужны. То есть, там сразу кричат, можно статы менять в пушках, да, можно менять статы в пушках, чтобы выбрать то, что тебе надо. Ну, я рассказываю, как это делается. То есть, это реально, это очень много времени нужно потратить, во-первых. Очень много денег заработать, во-вторых, еще потешок. И тут ты что, знаешь, типа удивляются. О, боже мой, на шмотках разные статы, дружище. А ты знал, что, допустим, в БДО одинаковые? Допустим, сейчас там все одинаково. То есть, в будущем, там, без сомнения, будут даваться какие-то бонусы дополнительные за сетовый сбор. Но сами шмотки, они одинаковые. Максимум, что ты можешь с ними сделать сейчас, раскрасить. Ну, когда мне покажут, покрасил тебе шмотки, и он просто такой, кажется, говном из масла, и он коричневый такой. Это красный, это красный. Там есть кастомайз шмотки, но они стоили в БДО очень дорого. Там только одно тело стоило 900 тысяч. Я нашла где-то 500. Это вот то, что вы могли видеть. 500, это ботинки стоили. Во время там? Да. Это в большом городе, там, от 500 до 400. Есть ли сотовый набор шмоток? Есть. Прямо с этого, которые дают потом, в общем, бонусы. А без одной шмотки работает часть или нет? Бонус нет. Тут спрашивают про рипера. Его же выпустили только вот для, ну, вооруженными корочками. Как их? Ланше. Линше. Блин, не то. И линке. И линке, да. Есть линфа о других спецклассах в разных расах? Пока нет. И, по-моему, наверное, риперше это останется пока что единственное что-то действительно уникальное из классов. С ограничением, типа, АПНИШ 40 и тому подобное. А вот дальше, после того, как появится уже нормальная ПОП-система, то есть они добьют ее до конца, введут все, что хотели ввести, да. Может быть, потом уже начнут вводить вот такую фигню. Спецклассы. Пока такого нету. Аня. Сколько надо ждать, когда на мейл при... кода на мейл при регистрации? Там иногда серваки пашут очень хреново, и оно приходит к тебе очень долго. То есть ты можешь сделать там, выслать письмо пять раз подряд, то есть тебе придет пять писем потом подряд, но все придет в один момент. То есть ты ждешь, и выхода другого нету. Аня, почему ты пропустила сейчас вот мультик? Другие же его не видели. Работают не полные сеты, а за каждую часть сета прибавка статов. Это если ты про Теру или про БДО, не до конца понимаю. Сеты так и не работают. За каждое количество наборов сетовых шмоток ты получаешь какой-то бонус. Если ты собираешь это в сет. Если у тебя куски разных сетов, то ты получишь немножко не то, что хотел. А точнее ничего не получишь, просто деф. Нет, 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 правильно говорят, правильно говорят. Я вспомнила, потому что, да, есть такая штука. Если собираешь, к примеру, фрайку, если раньше собирали с батлграундов, это первоначальный шмот, потом ты его крафтил в конжакт, то да, есть. То есть вообще, короче, Сэм Бул, видим Сэм Буб. Сэм Буб, как-то так, дружище. Молодец, спасибо большое, что попали. Да, вот молодец, я вспомнила. Блин, стоило не поиграть на хайлевеле. Почти все забыла. Санян, класс. Санян, что он будет делать? Просто приносить вас жертву. Но знаешь, ты дефолт, он даже если ты встречаешь его первого уровня, у тебя нет шансов, мразь. Он принесет тебя в жертву. Одно-кнопочный убийца. Знаешь, ты как в РФ было эти, ланчеры, две кнопки. Ну, да. Как там, двухкнопочный класс. Помнишь, как я его любил. Но потом я перешел на четырехкнопочный, потому что я был про-геймером. Играл карателем. Не, на самом деле, меня просто все это затрахало, когда у тебя люди убегают, эти белки все. И там была сеть, это было клево. Диман, ты будешь качать сетку, ты одинаково до сих пор просто. Все-таки клево. Типа я буду нагибать, а ты бегай с сеткой. Они не будут создавать план, говорили бы, вступят в наш ваш. Да, точно так. То есть, клан сами делать не будем, но куда-то вступаем. Угу. У меня музычка тут пошла. Отличная шутка 2. Ты там все пирожки решил сегодня затопчать. Наградные. Да. Шмотки привязываются все при надевании, как при получении, или только уникальные? Вообще все. Ну, начиная от зеленых шмоток. Серые они не привязываются. Ну, серые, в принципе, и нахрен никому и не нужны. Ну, печаль, печаль. То есть, ты сваливаешь с игры, и потом тебе не распродаться за реальное бабло, да? Нет, ты же можешь не одеть его. Да, или поднять персы. Ну, ты же на себя одеваешь самое лучшее, правильно? Вот так или иначе, все равно. Зависит от того, кто ты. Если ты угораешь там, ну, если ты хитрая, жадная жопа, там нет. А когда за БТ-рутеры? Скоро, ребят, ну, точной даты нету. Ну, в общем, как только, сразу сообщим. Но уже, собственно, на том же Игромире раздают ключи, раздавали ключи. И сейчас тоже раздаются, там можно покупать, это же Терри, да? Ранний доступ. Да. Как вот в Аркейдже было, тоже можно сейчас приобрести. То есть, ну, уже близко, весьма. Скажите ник, чтобы вписать в имя реферала. Да, дружище, ник, ну, я не знаю, ты можешь Чиффин вписать просто так. Можешь, Анин, можешь мой. Да, то есть, вот, выбирай из пати любой. В смысле, ник реферала там где? Ну, типа, когда, видимо, при регистрации, типа, ты получаешь какой-то бонус, либо добро, либо еще что-то, либо ты получаешь. Либо ты получаешь много-много лучей добра. Быков, вступай, и там дают какое-то название клана. Если что, пишите в личку ВКонтакте, ребят, и все, какая милая девочка. Я там, посмотрю, просто over 9000, ты фотошоп-мастер. На самом деле, да, я хотел сказать, что было что-то в этом стиле, что очень и очень. Тембл не успокаивается. Некоторые привязываются при получении, а некоторые при одевании. В основном при получении привязываются самые лучшие в тире шмотки. Это уже на 60-х плюс данжа. Это то, что мы говорили. Это еще хуже, то есть даже ты просто в инвентарь берешь. Это некоторые, причем некоторые это... Ну, ты же опять же, Дима, сделана игра не для того, чтобы ты барыжил, понимаешь? Это обидно. Как так? Нет, давай, это сам. Игра сделана для каждого в чем-то по-своему. Мне для того, чтобы барыжил. Предложения про прием вас в клан принимаются? Да, вполне. Хотя можно потом скинуть всего перса. Ну, наконец-то он дошел. Как знаешь где? Да не важно где. Релизная версия русской терры сразу будет с Federation или как обычно ждем. Точно скажем ближе к концу этого месяца. Пригласим, собственно, представителя терры, поболтаем с ним и узнаем всякое. Есть инфа про Блэс. Тут осталось в любом случае 12 минут. Давайте уже всякие вопросы у вас. Зачем вы там залипли, кстати? Какая удивительная броня на Ане. Я прям вижу, как в этих... Уже обсуждалось, да. В пиалках трясется грудь, знаешь, что просто на сосочках. Сразу же видно, что все жизненно важные органы латы защищают. Да, ну да. И самое как бы главное, да, это фишка терра, то что если ты раздеваешься, ты одеваешься. Одеваешься. Та-да. То есть если дрочерам захочется фапнуть свой перс, ему надо качаться и одеваться. Качаться до 60-го. То есть сяпнуть самое великолепное. То есть там такая Аня. Не, Аня рассказывала про сет для Кастаника, где просто одна полоска. Это у лучников. Какие-то систринги. Систринги, знаешь, Турека, что такое? Это трусы без лямок, короче. А, да-да-да, просто такие две лямки. Прокладка, короче. Да-да-да. Цветная такая штынг. Систринги, две наклейки на соски с кисточками. Топовый сет. А не добавили возможность игровую валюту в донатскую привезти или только на алки трейдить? Игровую валюту перевезти в донатскую вроде бы нет. Нет такой штуки. Максимальная разница в ловелах игроков, при которых дают процент за кач. Максимальная разница 10+. Да, и плюс тут как еще рассчитывать дамаг. Ой, опыт. С учетом того, сколько ты надамажил. То есть это тоже важно. Важно не тупить. Булька, что за 12 минут? Вы что, стремите по плану? У вас есть график. Все, подписываюсь и отписываюсь. Хватит это терпеть. Подписываюсь. Ну, конечно. Ты только не забудь, что мы начали, как всегда, не вовремя. Поэтому, это не забывай про это. На этом все. Как всегда, вовремя. Хотя. 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 Когда еще раз пригласите представителей GameNet? Я думаю, где-то до, либо вовремя, либо после вот этого теста семья и все дела. Бочонок, солнышко. Мне одно скажу. Что-нибудь вовремя во время, то есть когда угодно. Вообще. Насрать. Ты качался сегодня? Ты качаешься? Да. Какой ты уровень? Ты слышишь эту честность в его голосе? Он качается? Ты видишь этот нежный правдивый взгляд. Он 24. Да? А что не так? А, нормально. Молодец. Не покараю. Что, блядь? Где инфа про Блэс? Там у нас есть превьюшка. А про Блэс про сам... Короче, вот Аня как что сразу крикнет, я вам сразу сообщу про Блэс. Про Блэс есть что-то? Про Блэс только то, что ЗБТ будет осенью, когда точно неизвестно второй ЗБТ. У них там, насколько я слышала, у них был очень плохой фидбэк от корейского комьюнити. То есть что-то никому не понравилось в игре. Хотя, не знаю. Я вот побегала, правда, полдня всего. Ну, нет, вообще очень... Ну, зашла в игру, там буквально пару левелов качала. Как по мне, игра красивая. То есть, по крайней мере, этим можно там задержаться. Не знаю, что там не понравилось. У них второй ЗБТ должно было быть летом. А из-за этого всего вот они решили там это все фиксить, исправлять и так далее. И все осенью пока. Но тем временем они выкладывают как бы там на Фейсбуке каких-то там новых монстров, дизайна там и так далее. То есть, ребята вроде пока еще не загнулись. Вот, так что ждем. Ну, там опять же, там первый тест, он был же исключительно про побеги, по выполнению квеста. А смотришь трейлеры, у тебя слинчик вот совершенно не за этого. Особенно это ужасно было, когда ты смотришь сначала, как дерется Берсерк такой, ну, более-менее. Знаешь, он похож на Берсовтере. То есть, вот этим вот АЕХами его всеми и тому подобное. Ну, он таргетом. И вот там смотришь на Престак. Боже, какое уныние. Просто грязь. Вы, правда, говорили, вот с этим мне вопрос интересен, потому что вы его не затронули. Он важный. А что происходит при неудачных попытках заточить обнуление словом шмотки? Есть такие шансы? Нет. Просто не заточится и все? Да. Говно. То есть, если плюс 5, значит плюс 5. Но там карма накапливается. То есть, за неудачную попытку каплюсь 5 карма. Должны накапливаться слезы при виде разбитой шмотки просто и потраченных часов на ее добывание. Вот это пишет Дементр. Я стрим Быкова смотрю в наушниках и буду деялом. Главное, не гладь себе, дружище. Сейчас вот это важно. Быков, будут обзоры на махровые халаты. Если халат будет заслуживать того, что о нем следует упомянуть, то без сомнений, да. Опять же, если это халат, допустим, то есть, вот если мы закажем с Димоном сейчас странные рюкзачки для ТДШ, да, с определенных мест, то мы просто его покажем. Да, его, чтобы, знаешь, ребята, смотрите, я тут кое-что нарисовал. Голова начала болеть. Просто кровь из глаз, такой, what the fuck? Они обманывают, нет, это рюкзак министриды, он есть, его нет. Да, там очень странная вещь. То есть и подобные вещи. Фишки интересные, то есть обязательно покажем. А если это будет какой-то банальный махровый халат, то мы его покажем только, когда будем играть, там, я не знаю, или снимать что-нибудь, или ростовский мститель, там, ты в махровом фанате. Представляете, просто халат махровый из бороды Сереги Багалат? Нет, это, знаешь, 20 лет спустя, наконец-то мы сделали это. Как, я не знаю, Сергея превратили в махр. Махровый халат, он из чего? Махр. Вряд. Из махровости. Оно из хлопка, которые сплетены петельками просто особым этим самым. Все. Быков, когда чужой? В 11 часов, ребят, сегодня. Все, мы еще раз не успеем данж пройти. Не, хватит, хватит, успокойтесь, остановитесь в конце концов. Что? Женщины, хватит. Я прослушал, ты, даешь, гильда будет? Не будет ты, даешь, гильдой не будут заниматься. На сайте будут отдельные специальные разделы, специально для тех, кто угорает по гильдиям. То есть вот они будут собираться в кучу играть. Если вы хотите, можете платить Димону, у Димона была топовая гильда в Ла-2, он зарабатывал где-то 150-200 кстарей в месяц. Обеспечите мне такую зарплату, я вам сделаю гильду, буду ее управлять. Пожалуйста. Это знаешь, Чиф, а помнишь, ты что-то там говорила, я сказал всем насрать про фейбл. Угу. Дима, всем насрать. Не мысли. Да, тадыша нужна, это будет чисто, тадыш гильда. Все, вообще по фонжуру будет. Тадыша надо следить, понимаешь, бить вас пару. Я же тебе про это не говорю все. В общем, фишка в чем, если гильда и тадыша и будет, то работать мы будем немножко по-другому. У нас будет на сайте специально отдельный, то есть для кланов все вот эти фишки. Если какой-то клан захочет вот, типа, представлять интересы тадыша, то просто с нашей стороны мы будем символику клана и, собственно, самим кланом работать именно по части еще и пиара, что типа все вступайте в этот клан. То есть мы делаем видео по этой игре и типа вступайте в этот клан, всем выгодно, всем интересно, а мы получаем откаты. Все в порядке. Аня, давай танцевать. Кошмот, мерь. А Дефо написал, что Быков принял ислам. Это правда. Что, что, что? А Дефо написал, что Быков принял ислам. Походу дела. Уже туда твои картинки попали. А как ты это вот сделал, Ань? Нажимаешь на... А как ты это вот сделал у себя на лице? Куда? Куда, куда, куда? У тебя билетики вот эти есть, которые фэшн, и прямо на них правой кнопкой мышки жмешь, и у тебя этот магазин появляется. Давай, Максимика. Когда сайты радио, ты дышишь. Сайты радио, они будут одновременно практически. Радио чуть позже, чем сайт. Сайт будет в октябре в этом месяце. Пилим сейчас, дорисовываем все дела. И скоро вы будете наслаждаться наслаждением. Наслаждаться более некоторым. Тут просто иногда, тут надо понимать, что некоторые ребята периодически нам зарядили. То есть вот когда вот начали искать именно сайт отдела, то есть на 400 тысяч рублей минимум. Я говорю, ёпта, за 400, ты больная, что ли? Ты пьяна, ёпта. А потом уже нашли других людей с нормальными, более-менименными ценами. То есть, ну это опять же тоже, к сожалению, это не за картофель. Я был бы рад. Ну, в общем, все пилиться, все делается. Скоро будем жить на своем маленьком уютненьком сайте. Не. А потом этот сайт ляжет. Ну, конечно же, в среду. Знаешь, среда в сайте не работает. Ты должен, да? И только если ты купил платную подписку в среду, ты можешь зайти на сайт и увидеть нечто такое, что ты просто охереешь. Просто по средам на сайте закрытый от всех творится беспредел. Я не знаю, какой правда. Можно будет по средам включать версусы для избранных. Но надо будет прям нанимать божественных троллей. Ну, это так. А, этот быков мы там придумали. По поводу сайта. Смотри, вот, за последние два стрима я узнал о Таре больше, чем за предыдущие стримы. Спасибо, быков, что не играешь и отвечаешь на вопросы. Отвечать на вопросы также не забудьте Аня и Чифа. А быков просто... Мы тут с Димоном общаемся про то, как Билл Грюлс выжимает себе на лицо всякое и тому подобное. Я хочу последнюю ремоделку. И тут пишут, авиаконструктив тот же парень, собственно. Тут как, вот стараемся же делать правильно, чтобы было и наркомании в достатке, и что-то проиграю. Это важно. Ай-яй-яй. Ну, не всегда, не всегда. А где за эти, за федеративные купоны? Это в столице стоит хомяк там. У него федерейшн билл. По средам, знаешь, ты будешь зарабатывать бесноватое количество денег. А тут нету? Твич реклама нон-стопом. Просто вот. Должен быть. Нет, его тут не видно. А что это за броня такая у тебя? У меня? Или это внешка? Это внешка, которая вот за купоны дается. А все остальные, все остальные броньки, они доступны в игре. Но последняя, самая крутая, вот это, насколько я знаю, она только покупается за... Нет, она не только покупается. Эта клевака за последние 23 мая я узнала 3 больше, чем за полгода, пока в нее играл. Она то ли крафтится, то ли выбивается в каком-то хорде. Короче, это сто раз надо в данжи сходить, чтобы получить эту... Няшку. Всего затрутить. Надо создать кильджи логики и врагов, и кинуть вар, короче, ты дыша. Понял там? Логика, что иди нахер отсюда. По средам будем смотреть, как Аня есть пирожок. Это внезапно и Димона вот эта пирожковая, знаешь, награда объединилась с Аниными порванными щеками. Я же смеюсь. И просто летит изо рта фонтанирующее тесто. Кстати, вот на Корее, реально, я охерел, целые каналы, видео по 500 тысяч просмотров, где люди просто едят. А, ну, например, я помню, когда Архейд только вышел на Японию, у них был стрим, который набирал 2000 человек, причем очень долго его смотрел примерно такое количество народу. человек просто стримил свой дом без интерфейса, без всего. Периодически там, они пробегали там около этого дома, плясали, там что-то делали и все. То есть, как бы, знаешь, как этот, как они называются? Ну вот, как реалити-шоу, только в Архейдже. Вот, просто без озвучки, без музыки какой-то дополнительной. То есть, просто вот камера в игре и все. Ну, как это связано с тем, что люди едят? То есть, ты думаешь, что люди идиоты? Да, то есть, люди смотрят на которые, на людей, которые едят, и люди смотрят на ничего. Тем временем, скинли онти девочку со стани... Там просто, вот там, да, фотошоп-овар уже где-то сотый уровень. А, Серега совсем ебанулся, принял ислам, отрастил бороду, читает Коран. Подмывает по поиску мужчины. О, кинули эту ссылку, да? Я просто вот сейчас сижу и пытаюсь все это время найти. Нет, это не дофонит. Понял, там написали, типа, Абыков сказал, что игра говно. Понял на этот, на мидллос, понял? Он совсем ебанулся, читает Коран. Подбывает по поиску мужчины. А, Америка, сервер Valley of Titans, пвпшные, такие дела, там играем. Америка. Вот. Все? По идее, да. Два часа прошло. Да, наверное. Это было Атера. В следующий раз мы увидимся с вами на БГ, может, я под 30-й. С вами был Сергей Быков, Дмитрий Чебурашко, Чебурашко, Нара, Чифа, Аня. Увидимся с вами совсем скоро, буквально со мной сегодня в 11 часов. В All in Isolation. Да, будем кирпичики делать. Маленькая китайская снега. Я не был китайцем, пока не построил одну кирпичную стену. Потом как-то, знаешь, понеслось, просто остановиться не мог. Такие дела. На этом же у нас все и всем всего. Всем пока. Быков не считает Коран, он его дописывает. Все, ребят, отстремили? Выключили? Аль, 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 аль. А она могла не понять.